Девушки отдыхают Я читаю все ваши комментарии и в связи с тем, что канал набирает обороты, равно тому, как ускоряется наше земное время ощущения, озвучу несколько простых правил поведения в комментариях на канале, на котором вы сейчас находитесь. Во-первых, все фильмы, мультфильмы, музыку, а также ссылки на некоторые источники информации я всегда оставляю в описании каждому своему ролику. В хронологическом порядке их появления, а посему заходите в описание к ролику, нажимайте кнопку «Еще» и смотрите из списка все фильмы, которые вы не видели, ибо каждый из них достоин вашего внимания. Во-вторых, все комментарии проверяются. Если ты, мой ищущий истину зритель, написав комментарий, не увидел его сразу под роликом, не нужно писать дважды одно и то же, ибо твой комментарий появится позже, после проверки. Так же, я блокирую всех комментаторов, которые оскорбляют автора, то бишь меня, либо прочих посетителей канала, либо вещателей, высказывания которых я использую в своих роликах. И делаю я так, дабы далее такие комментаторы не смели подобным образом вести себя на канале. Учитесь, мои драгоценные, высказывать безоценочное мнение, будь оно положительное или отрицательное, которое не подразумевает переход на личности. И, наконец, в-третьих, комментарии с матом мной удаляются. А ежели комментатор продолжает использовать ругань, то он блокируется окончательно. Прошу отнестись с пониманием к этим простым правилам. Ибо именно сейчас, во времена галактического рассвета, когда Земля выходит из тьмы и вступает в эру водолея, давайте уже будем светочами, излучающими любовь и благодарность, и выйдем достойно все вместе на новый эволюционный уровень, вместе со всем нашим Мидгардом. Желаю вам, мои хорошие, приятного просмотра и прослушивания. И да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Биллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. 4 августа я была в качестве слипера в регрессивном гипнозе. Вопрос был только по мне, по моим дочерям, старшей и младшей дочке. Но когда я расслабилась, я просто получила вообще информацию очень даже интересную. По дочерям у меня там все в порядке, разобрались. То есть я получила информацию. Я знала, что если расслаблюсь, у меня и так информация пойдет. Хорошо, если еще будет кто-то вопросами корректировать. Получается, здесь очень многое рассказали. Здесь вообще очень много информации, которая для меня была вообще... Ой... Первый раз я ее, в принципе, услышала, вот такую информацию. В общем, здесь больше об устройстве мира тоже я здесь узнала интересно. И вообще, что с нами, кто мы, и что здесь происходит. И сегодня я твой фильм слушаю, а у меня информация, которая это все там дополняет абсолютно по фильму. Обалдеть! Но ты поймешь, на каком этапе идет дополнение. Ты тогда раскроешь эту тему более глубже. Здравствуйте! Здравия всем! Есть у вас время пообщаться? Да, есть. Отскажите, пожалуйста, до кого мы можем сейчас достать? Конкретно из тех, кто питался семьей Анны? Ну, максимум 3, 6 уровень можете задевать. Главные их нет. 6, 9, там они все. Мы сейчас говорим о человечестве. Итак, сеанс регрессивного гипноза состоялся 4 августа 2019 года. В качестве регрессолога был Добранов Евгений. Ссылку на его канал я оставляю в описании. Сейчас вы только что услышали качество звука этой записи. Почему так случилось, узнаете по ходу изложения. Ну, а я взял на себя дерзость переозвучить голос проводника вещания. Текст послания не менялся, за исключением незначительных фонетических корректировок. Сеанс длился примерно час сорок. Информации довольно-таки много. И поэтому, для удобства восприятия, я разделил это бесценное послание на три части. Чем регрессивный гипноз отличается от полного гипноза? Регрессивный гипноз, он происходит в состоянии, когда человек максимально спокоен. Я как раз была... Это был скайп, телефон был рядышком у меня. Вот он в этот момент был по скайпу, с закрытыми глазами, в масочке. Вот так вот работают слиперы между сном и явью. То есть тебя не вводят в полный гипноз, потому что в полном гипнозе там как раз вся опасность. Что там непонятно, куда кого включили и кто вообще вещает. И здесь вот идет информация, первая, которая прошла, первые образы и первые слова изнутри, которые идут. Здесь очень ценно не включать логику, а первое, что идет. Так как у меня уже вот эти состояния, я понимаю, что это за состояние, как оно выглядит. Мне удалось быть в качестве слипера лично. Поэтому я не позволила никому в свой канал войти и другого слипера, чтобы просматривали мое информационное поле. Уровень слипера тоже зависит от уровня допусков. Насколько у него есть допуски. Насколько он сам чист. Потому что по уровню допусков идет информационное вскрытие информации. Вот поэтому я вот, получается, как бы вышла на какой-то свой родовой канал и через него вот мне как-то вот вещали. Здравствуйте. Здравия вам всем. Есть у вас время пообщаться? Да, есть. Отскажите, пожалуйста, до кого мы можем сейчас достать? Конкретно из тех, кто питался семьей? Ну, максимум третий, четвертый уровень можете задевать. Там главные ихнии, шестой, девятка. Там они все. Мы сейчас говорим о человечестве. Мы вам конкретно говорим. Вы имеете дело с такими же мелкими, которые присосались к каждому человеку. Вы поглобальнее берите. Вам еще надо окрепнуть энергетически, чтобы выйти на верхних. И когда вы там начнете снимать, с большей части человечества уже все снимется. И эти все начальники, подначальники, с ними уже не нужно будет иметь дело. Они сами растворятся. Смотрите, шестерка, девятка, они за куполом, за пределами купола находятся, начальство. Они находятся за пределами. Чтобы достичь купола, вам надо выходить на шестерку. Но достигнув, дальше идите. Дальше идите. Копайте не по мелочам. Дальше выходите. Это бесконечно может. Не тех, так других будут создавать. Начальников, подначальников. Получается, когда мы убираем тех, кто под куполом, а новых же не появляется. У них есть портал, где они подгружают. Мы еще не все порталы перекрыли. Сейчас можем закрыть порталы? Вашей силы лично не хватит, чтобы это перекрыть. Мы идем. Вашей силы недостаточно. Мы придем, когда обратятся каждый по первороду. Мы все вместе сможем. Вы с этой стороны. Мы там, пока не оставят портал. Хорошо. В данный момент что мы можем сделать, чтобы время не терять? Родовой поток. На родовой поток? Поток. Первородный. Кто был самый чистый, тот и выдержит. Кто имел волю, чтобы вы сейчас имели волю, ищите сейчас родовую мать. Подскажите сейчас помехи, кто создает? Можем его убрать или сюда призвать? Нам мешают, помехи создают. Когда выходишь в информационные поля, а там еще мы как раз вышли на этот канал мощный. Естественно, еще на тот момент энергии были до такой степени тяжелые, что они просто мешали. Буквально были трески, буквально какие-то смещения были. И это не в аппаратуре дело было. Есть частоты, через которые передают сигналы. Как в радио. То есть одна волна, вторая волна, третья волна. То есть в одном радио можно послушать разные радиостанции. Здесь тоже очень ценно, чтобы слипер уловил какую-то определенную волну. Но эти волны более высокого уровня, их постоянно глушат. Почему люди не могут получать никаких откровений, посланий? Потому что на Земле огромное количество и технологических приспособлений, и в эфирном поле, и в ментарном поле, огромное количество конструкций, блокировок, которые не дают получать те частоты, которые люди должны получать от божественного источника, от родов своих, от своих действительности, кураторов каждого человека, который есть, кто направляет его. Эти частоты глушат. Поэтому оно может выражаться вот в таких вот вещах. И очень часто люди, которые с этим работают, они это знают. Что вот так вот могут мешать частоты, не давать этот канал, мешать в этот момент. Помехи есть. Между двух миров закрывают пространство. Ищите волевых. Выход через волевых людей. Воля – самое сильное оружие ваше. Нарушаем, значит. Так сказать, бросаем вызов. Мы ничего не бросаем. Просто идем. Бунтуем, значит. Здесь каждый должен быть учтен. Система – сложнейший механизм. Самодеятельность – недопустимая. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Мы под вашей стабильностью не подписывались, и ваши системы не принимали. Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему? Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? Ну, найти, объединиться и начать действовать. Только объединившись поодиночке, вы не справитесь. Вы поодиночке – мишень. И да, из-за амбиций. Объединяйтесь. Объединяйтесь все, кто может. Единое поле. Создавая сознание в едином поле, все разрушается само. То есть сейчас нам никого не нужно чистить над младшей дочерью? Она чиста. Скажите, а старшая дочь? Да, там надо забрать ее же в атму, из тех пространств времен, где она заточена. Ее нет в этом мире. Ее только тело здесь и проекция. Она как фантом, но душа ее в другом пространстве. Это там, где она не настояла на своем? Там она застряла? Да, через обман. Это была ловушка. А сейчас много уйдет времени, чтобы вытащить? Мы вытащим ее оттуда. Сейчас возможно это сделать? Позже. Мы работаем над этим. Это пространство эфира. Там много ловушек. Мы работаем. Сейчас можем все вместе туда отправиться, чтобы было быстрее и эффективнее? Да, мы уже прокладываем луч. Мы сейчас оттуда забрали ее. Уже забрали? Забрали. Там еще множество душ. Их надо освобождать. Она не одна здесь. Те, как в сотах души заключены. Много их здесь. Это что за пространство? Это пространство заточения душ. Они как личинки. Их используют для роста новых цивилизаций. Но, к сожалению, не наших. Это инсектоиды души человеческие там держат? Да, они держат их, как в личинках, из которых потом создают свои. И они все время энергию получают именно от душ, которые всегда там, в личинках закрыты. Сейчас мы можем начальника этого? Там система. Пчелиный рой. Там же есть матка? Да, они ей нужны, эти личинки. Мы же можем сейчас портал открыть, эту матку дернуть и пообщаться с этой маткой? Да. Хорошо, сейчас открывайте портал непосредственно к ней и намерением ее сюда перемещайте, в сферу, и сразу портал закрывайте. На определенной стадии развития, скажем, в трехсотом поколении, уровень интеллекта повышается. Уровень интеллекта? О чем вы говорите? Господи, ну где вы видели разумных насекомых? Вопрос, она инсектоид? Это вы нас так трактуете, а я по-другому называюсь. Зачем вам вот души? Зачем вы их консервируете? Все состоит из живатмы. Только живатмы могут питать цивилизации. Живая энергия – ваша истинная сущность. Вы как плазмоиды. Питаться могут целые миры. Получается, вы отбираете у нас возможность, чтобы паразитировать над нами. А что вам? Вы живете. Ваши плазмоиды все живы. Ваша энергия жива. Просто что вы не имеете за счет вашей живатмы такого образа, который вы бы хотели? Ну что плохого, когда за счет вас живут цивилизации? Вам же ничего. Вы просто энергия. Человек не живет свою жизнь. Он живет ради вас. Это получается фантом. Да, он фантом. Но так дело не пойдет. Вы что выбираете? Обнулиться, уничтожиться или на светлую сторону? Но мы тоже жизнь. Нам нужна энергия для жизни. Живатма. Вы нас или обнуляете, или на трансформацию. Мы тоже жизнь. Как органика. Ваша живатма. Она для жизни. Вы сейчас что выбираете? Обнулиться, уничтожиться или на светлую сторону? Сделайте выбор. Но мы питаемся живатмой. Нас уже никто на светлую сторону не возьмет. Это единственная энергия жизни, чтобы наша цивилизация могла существовать. Ну хорошо. Если вы понимаете, что вас не возьмут на светлую, сделайте выбор. Обнулиться или уничтожиться? Но вы тоже нам выбора не даете. Вам бы сказали, обнулиться или уничтожиться. Ну, мы тоже хотим жить. Нам не нужны паразиты. Да. Мы забрали несколько миллионов душ. За счет этого существует наша цивилизация. Эта энергия живатмы. Она питает нас всех. Мы не забираем вашу жизнь полностью. Мы даем тем душам в разных мирах в виде фантомов жить. Вы тоже живете. Мы пользуемся частично, чтобы поддержать нашу цивилизацию. Вы под куполом здесь, на земле? Нет. Мы рядом. И вот эти души, они так и не возвращаются домой, к своим родам? Ну вы бы остались здесь. Вы меня слишком зацепили. Я смотрю, души уже сами стали прорываться во время первой активности. Они начинают светиться, как в сотах. Много сот светится. Сейчас примите решение. Что вы хотите, обнулиться либо уничтожиться? Обнуляем. Ну, регрессологи слишком много себе возомнили, что они могут, что у них есть власть, допуски, это все сразу обнулять. Потому что здесь может только в действительности быть через дополнительные силы и однозначно женская должна быть энергия. Потому что мужчина все равно не обладает допусками, теми, которые обладают женщины в тонком плане. Поэтому, кроме как курировать меня, у него допусков нет. Это то, что я могу смело сказать. По регрессу поняла, там слиперы тоже невысокого полета. Вот, допуски не у всех есть, чтобы что-то обнулять высокое. Соединять силы, коллективными энергиями работать. Вот, индивидуально можно только с мелочью работать. А уже как вот матку он задел, ну, и там не заденешь. Они могут выйти на связь, поговорить, как сознание. Но, чтобы ее полностью обнулить, там только через вот энергии должны быть. Я не подыгрывала. Я, получается, на свои допуски шла. Потому что у меня очень уже мощные и жреческие силы, и энергия. И чистки у меня уже масштабные были. Допуски у меня уже другие абсолютно. Почему я и решила быть в качестве слипера. Потому что то, что вижу я, это уже вижу я. И это был не коммерческий проект, а чисто для меня. Заказ мой лично и оплаченный мной лично. Вот. А запись сделала просто для себя потом. И его, получается, в момент регресса, то есть, вот как-то его тоже останавливали, его вот эти амбиции. Ему тоже вот как-то проецировали, что не ты здесь властен. Не я обнулила. Я увидела, что пришли, получу вот такие мощные какие-то вот светоносные, прям мурашки шли. Прям, знаешь, вот все тело вибрировало вот такой вот легкостью, вот такой красотой. Я видела вот эти все улыбки. То есть, не я, а вот как пришли извне. А те, кто это уже начал помогать извне, а не я лично. Это по моему запросу, получается, как уже пришли те, кто помогал проводить работу в тонком плане. Да, началось огромное освобождение душ. Теперь они с этих сот начали вырываться. Представители рода вашего рядом? Да, они сейчас смеются, наблюдают, как это все происходит. Они способствуют, пока мы разговариваем. Они как раз быстренько надрезали все эти соты. Теперь эти души куда отправятся? К родам? Да, мы своих собираем. Чтобы эти души опять никто не смог поймать, ловцы душ, чтобы не смогли. И сейчас пусть они проследят за этим, чтобы их никто опять не поймал. Да, ловцы душ, смотрю, их здесь много. Мы сейчас два портала сделали. Один, который втягивает, а другой луч параллельно, чтобы они могли идти по этому лучу. Инсектоидов отдельно группируем, а своих отдельно. Какой-то вот энергетический луч от какой-то вот планеты, от какой-то системы он как бы идет. И они как бы в этом луче, в этом энергетическом потоке проходят. На энергетическом плане что-то вот такое, как луч, он мега огромный, это как портал. Много в этих порталах, в основном мужские души, благословило полностью пространство на земле. Все особи мужские, или как энергия мужская здесь заточена. Не то что мужчины, а энергия волевая здесь, воля. Ваша свобода воли, самая прекрасная и неуловимая сила во вселенной, как я уже говорил, ошибка. У нас не было свободы воли, только ее иллюзия. Хорошо, узнаете, через сколько придет вот эта мужская сила волевая на землю воплотиться? Через сколько лет? Через 333 дня, или 333 показа, но это один из порталов, где вы сейчас нашли души. Только совместная работа, все делайте практики совместно с родом. Мы с этой стороны, вы здесь. Так пойдет быстрее процесс. Постепенно мы откроем купол пространств. Нам бы еще закрыть, запечатать все порталы, которые подкидывают эту нечисть. Из-за купола эти ребята нам новых подкидывают. Подкидывают. Их много таких порталов? Несколько. Два. Один в Арктике? Нет. Антарктиде? Нет. К вас по ложному пути ведут. Но это мои предположения. Не Арктика открывает. Порталы находятся в центральных городах. Москва или мировые города? Они находятся и в городах частично, и в других местах. Вам ставят голограммы на пространство. Вы видите их в виде полей. Вы эти пространства никогда не касаетесь. Тысячи километров вы едете от города к городу. Это искусственно созданный путь, создающий иллюзию долготы и широты. Все намного ближе. Все, что вы видите, это поля вдоль дорог. Кто-нибудь заходил за пределы этих полей? Вы находитесь около дорог, а дальше находятся эти места. Это и есть проявление параллельных миров. Они рядом. И все, что нам там рассказывают, там за миражи, как говорят, да, вот это тоже наподобие мираж. Но на самом деле это проявление параллельных миров, которых обозвали миражами. И вот уже сейчас период безбремения, где вот сейчас мы идем, вот переходных таких периодах, вот уже начинают проявляться вот эти параллельные меры. Их уже начинает видно быть. А в каких городах порталы? Москва. Москва сейчас отныне вся погрузилась в унынье. Но мы дойдем до нее в час, в пик сильный, мощный, в один раз. Есть там звезда одна. Отныне она канал есть, между мирья. Мы снизу, сверху здесь пройдем. И будет здесь роледром. В Киеве, внутри Киева, Печерской лавры. Пробивают через старый канал, Почаевской лавры. Пускают частично. Там работают черные монахи. Сейчас мы можем закрыть порталы и исключить возможность у них? Нет. Это надо объединить нескольких. Должна произойти мощная медитация. Вместе нескольких мощных родов. С разными энергиями. С разными способностями. Каждый род внес свою способность. Объединившись в прославянский крест, четыре энергии, четыре портала должны открыться. Мы только одну несем энергию. Мы хранители знаний. Мы именно хранители, но есть другие рода. Четыре разных энергии, объединившись, могут закрывать порталы. Иллюзия о том, что мы это способны сделать прямо сейчас. Это сила нескольких. Вы как считаете, лучше порталы закрыть или справиться с теми, кто открывает эти порталы? Знаете, можно закрывать порталы. Это как закрыть гнойную рану. Но если вы закроете гнойную рану, она разрастется еще больше. Портал открыт для того, чтобы выходил гной с земли. Выходили они. Только так можно очистить. Уже все мироздание убедилось, что низкие энергии не дают рост. Это деградация. Эксперимент закончен. Они должны все выйти. Так они через эти порталы выходят, получается? Да, они выходят. Это такая игра-ловушка для них же. Они выходят, и мы их здесь отлавливаем. Мы создаем иллюзию, что они здесь уже своего добились. Но именно так их можно оттуда вытянуть. По-другому их не вытянешь. Да, вы страдаете от этого. Но по-другому их оттуда не вытянешь. И вот если вы закроете портал, вы дадите право им размножиться. Во всем есть смысл. Портал должен быть открыт. Ну, через этот же портал новые приходят. Мы отслеживаем всех. Пусть приходят. Уже все цивилизации увидели, что за этим стоит. Пусть они выходят. Пусть показываются. Мы так же, как смешное зрелище смотрим. Они думают, что они властители. Но нет. Мы очень много поместили ваших фантомов здесь. Вы думаете, что вам плохо? Нет. На самом деле, с вами ничего не происходит. Это ваши фантомы наблюдают. Часть сознания ваше. Но не вы полностью. Мы полностью. Это наше высшее Я. Высшее Я. Это вы так называете. Высшее Я. В самом деле, все по-другому. Вы – часть сознания. Высшее Я – это целостное сознание. Целостное сознание для развития выпускает часть сознания в разные порталы. Как наблюдатель и осознаватель всего. Как проверить все эти разные миры и пространства? Именно через часть вашего высшего Я. Мы показываем все миры и пространства. Даем каждой сущности себя проявить. Но на самом деле, вреда лично вам нет. Ваше сознание наблюдает, к чему приводит именно такой образ сущностной структуры. Как они поступают, те цивилизации. И этот опыт вы показываете всей Вселенной. Чтобы вся Вселенная жила в гармонии. Она наблюдает, к чему приводят определенные сценарии разных существ. Был интересный эксперимент. Сознание насекомых. Сознание рептилий. Сознание рыб. Что если объединить в единое сознание? Ведь сознание рептилий, сознание рыб – они отличаются от насекомых. Как это все может в одном сознании быть? То, что естественно для рептилий, неестественно для человека. То, что естественно для насекомых, неестественно для рыб. Как эти все сознания смогут ужиться, понять, сбалансировать? Это как многогранная энергия, как пианино, где есть разные частоты. Но вместе – это прекрасная симфония. В общем, провели эксперимент. Увидели, что происходит. Сейчас будет разделение сознания. Каждая цивилизация должна забрать свое сознание. Уйти в свои миры и пространства. Так как мы боги, мы должны были отличить ложное от правильного. Мы должны были сохранить свой стержень. Но мы слишком маленькие боги, как дети. Дети боги. Вы сознание. Изначально нас всех. Нет, вы не маленькие. Вас здесь умолили. И вы в это поверили. Вы – часть сознания. Это такая программа, которую можно посылать, как искорку от чего-то целого, в разведку. Всего-то. Но вы всегда были великими. Всегда. Просто вот этот эксперимент, то, что люди сдеградировали, то есть это неудачный эксперимент? Деградации на самом деле не существует. Просто в одном теле разные уровни сознания объединились. Насекомых, рептилий, драконов. И вот, чье сознание победит. Куда уведет? Победило сознание рептилий, насекомых, инсектоидов. Они вошли в сознание. Это не ваш мир, как наблюдатель в теле. Нам же было интересно, что есть сознание всех вместе взятых. Получается, мы сами дали допуски им, чтобы провести этот эксперимент. Чтобы узнать, сможет ли сознание всех этих низкомерных существ увести нас от нашего собственного «я», от нашей чистоты богов-творцов. Получается, увели. Не увели. Стержень, несмотря ни на что, остался очень мощный. Его вы трактуете в виде совести. Чувство ответственности за пространство, за тех, кто вокруг вас. Где нет намерения причинить вред или боль. Где вы страдаете от чувства, если кого-то даже случайно обидите. Это сознание творцов. Вы его не потеряли. У вас наоборот, как у творцов, была возможность почувствовать разные состояния, разные сознания, разные инстинкты, разных сущностей. Все это можно было в одном теле и сразу. Но вы все равно научились свое сознание отделять, отличать свои мысли от других. И сейчас вы это делаете в виде медитации, где вы видите на генном уровне, что на самом деле это сознание инсектоидов, а это рептилий, а это рыб. И никак это не вмешается с вами. Вы – это вы. Вы всегда были и останетесь. Сейчас время разделения сознания. Вот чем вы занимаетесь. Чтобы человек разобрался. Это вот мое сознание. А это сознание всех этих цивилизаций. Пусть они идут в свое время и пространство. Время разделения сознания пришло. А вы, ваше сознание, как раз в виде картинок и считывает это все. И видит. Ну, задача – разделить сознание. То есть эксперимент закончен. Ваша задача – разделить сознание. Вы не чистите. Вы просто разделяете сознание всех существ. В идеале, чтобы вы их отправляли в их миры и пространство и на трансформацию, что тоже идеально. Вот когда несколько сознаний в одном, от этого страдают все. Потому что одно сознание подавляет другое, где выживает сильнейший. Есть сознание, которое строится по другим группам. Человек отличается. Эти все сознания борются между собой. Вы видите их в виде сущностей и иерархии. А на самом деле – это борьба сознаний. У этих сознаний в ихних мирах есть физическое воплощение этих же самых рептилий и насекомых? Это тоже цивилизации, конечно. Просто когда они все в едином сознании в своем, им комфортно быть в такой иерархии. Как у обезьян. Там кто главный, тот главный. Как у львов. Там главный есть лев. И если он слабый, то более сильный вожак берется за стаю. Для них это нормальная, естественная среда. Для нас ненормально иметь сознание их. А для них ненормально иметь сознание наше. Они тоже страдают. Каждый должен быть в своей среде. Изначально, когда вы, боги, создавали себе пространство для жизни, все ведь пространство состоит из воды. Вы состоите из воды. И после, вместе с вот этой планетой, которую вы готовили, на эту планету попали еще и другие существа. Да, они были раньше. Почему раньше? Потому что, когда вы готовили водный ресурс всей земли, в воду попали именно эти существа. И они здесь размножились. Когда вы вернулись с подготовкой вашего пространства, когда вы вернулись к тому, что надо восстанавливать сушу, вы затронули их. И они очень обиделись. У них уже сформировалась своя цивилизация. И они посчитали вас, богов, захватчиками. Произошло разделение. И с тех пор происходит вот такая война между человечеством и этими другими формами жизни. Их множество. Эта великая, большая цивилизация в разных пространствах земли наплодилась в водной среде. И для них вы захватчики. Они пытаются отвоевать свое, потому что они считают, что они раньше образовались. Но ведь они, как форма, попали сюда в воде, которую мы создали здесь, на земле, прежде, чем создали сушу. И этот конфликт не до конца решен, но идет к завершению. Ну, про рептилоидов я была уже знакома, про инсектоидов еще нет. Ты не понимаешь, твой мир исчезнет. Так кто ты такой? Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. И Жанна. Здравствуйте. Дело в том, что после одной из передач совместно, которую мы снимали вот с Жанной и с Татьяной, стало очень много обращений ко мне с просьбой, когда мы будем делать совместную передачу и будет присутствовать Жанна, чтобы я ее попросил моргнуть. Моргни, пожалуйста. Не, не так. Моргни. Спасибо. Надеюсь, вы довольны. Вы попросили? Ссылку на исследование рептильных глаз Жанны я оставлю в описании к ролику. Ну, про рептилоидов я была уже знакома, про инсектоидов еще нет. Но я еще не имела представления, что это вообще такое. И это один из роев, так же, как и муравейников. Таких их, я не знаю, миллионы таких роев, инсектоидов. То есть я, как картинку, увидела вспышкой. И подальше телепатический контакт пошел. Чего делаешь? За муравьями слежу. Чтоб не ссорились. Подмени. Скоро будут. Следи в оба. О чём он думает? О чём он думает? Он боится. Ему страшно. Какие тайны расстроит мозг насекомых? Ученые федерации трудятся, не смыкая глаз, пытаясь разгадать их. Как только мы поймем насекомых, мы одержим над ними победу. Осмелюсь озвучить краткий вывод всего вышеизложенного. Всё, что от нас требуется в данный момент, это разделить сознание. Но сначала необходимо распознать, где моё истинное я, а где чужеродное, низкомерное сознание рыбы, рептилии или жука. И убираем уже из своего сознания гадюк, пиявок, жуков навозных, зелёного змия, крокодилий и слёзы, ни рыбу, ни мясо, а в основном тараканов из головы, которые, как известно, у каждого свои. Всем благо дарю. Насекомые с интеллектом. Скажу вам честно, подобные мысли мне кажутся оскорбительными. Хорошо. Узнайте, через сколько придёт вот эта мужская сила волевая на Землю воплотиться? Через сколько лет? 333 дня. Или 33. 333 показа. 333 показа. Редактор субтитров А.Семкин